ты вообще знаешь вот просто засиделся я на мелкой работе чё ты мне это говоришь ты поди ей-то скажи нет ей это говорить не буду не хочу унижаться я гордый просьба о повышении заработной платы до чего ж нелегко идти на этот разговор с руководителем сколько страхов и переживаний возникает у нас при одной только мысли о таком шаге но почему как правильно говорить с начальником о повышении оклада обсудим прямо сейчас большинство людей так и не решаются на этот разговор с начальником предпочитая дожидаться а вдруг он вспомнит сам об этом вопросе наверное в наших ожиданиях это выглядит вот так стоп как же я раньше об этом не подумала иванов столько всего сделал для нашей компании и ни разу за пять лет не попросил чтобы я ему зарплату повысила святой человек негодяйка я неблагодарная надо срочно это исправить бухгалтера живо немедленно повысьте оклад иванова в два нет в три раза иванов прости нас если сможешь спасибо тебе скромный простой трудяга наверное это было бы чудесно вот только в реальной жизни мы вряд ли этого дождемся и дело совсем не в том что ваш начальник жадина просто возможно он не знает о ваших желаниях и потребностях нам только кажется будто то что мы заслуживаем повышение явление очевидное на самом деле для руководства этот факт может быть совершенно незаметен под грудой ежедневных задач и мыслей о других сотрудниках это мы думаем о повышении заработной платы каждый день поэтому наше сознание выводит эту мысль на первое место но ведь в сознании других людей повышение нашей зарплаты не становилось главным вопросом это всего лишь один из тысячи фактов которые им известны вот почему ни наши коллеги не наш руководитель не начинают с нами разговор на эту тему инициатором разговора о повышении заработной платы должен быть тот кому это нужно как это сделать прямо и без намеков дайте сразу понять что вам это важно разрешите да что вы хотели я хотел бы попросить вас поднять мне зарплату на 1000 гривен меня уже давно беспокоит этот вопрос и я хотел бы решить его как можно скорее да вот так прямым текстом причем заметьте стоит сразу называть конкретную сумму ведь человеку тем проще принять ваше предложение чем более четко но сформулировано называйте сумму которая вас устраивает не завышайте и не занижайте иначе собеседник поймет что вы лукавите и это оттолкнет его и да не откладывайте разговор если вы будете слишком долго молчать о своих чаяниях то желаемая сумма в вашей голове будет постоянно расти и вы в конце концов просто шокируете своего начальника размерами своего аппетита так что стоит начинать этот разговор как только вы поймете что ваша зарплата перестала вас удовлетворять тогда необходимая прибавка будет сравнительно небольшой просьба будет выглядеть адекватной а начальнику будет психологически проще пойти вам навстречу в общем лучше просить почаще но мало чем редко но много разумеется нельзя быть уверенным что вашу просьбу сразу же удовлетворят у руководителя могут быть свои взгляды на эту ситуацию но это не означает что вы не должны отстаивать свои потребности вы с ума сошли вы что не знаете что в стране кризис и наша компания едва выживает мы сейчас должны мобилизовать абсолютно все силы для того чтобы держаться на плаву они о прибавках думать знакомая речь и правда что же стоит тут ответить я с вами согласен времена действительно трудные поэтому я рассчитываю на вашу поддержку я максимально отдаюсь работе и планирую в дальнейшем приносить компании пользу но для этого я должен чувствовать себя материально защищенным вот почему я прошел прибавки и пусть вопрос решится не сразу но ваша честность и готовность преодолевать преграды вместе обязательно будут вознаграждены конечно если вы сталкиваетесь с открытым неуважением с пренебрежительным отношением то стоит задуматься о смене места работы но если вас и ваш труд ценят не стесняйтесь открыто говорить о своих интересах желаниях и мечтах только счастливые сотрудники приносят максимальную прибыль в этом убеждены профессиональные лидеры если ваш начальник еще не знает об этом поспешите открыть ему этот секрет и подарить еще один ключ к успеху